Не желая, чтобы это дело пошло далее, Рангони пишет к Дмитрию. В противном случае могут произойти большие неприятности. При том же это дело не новое. Повсюду видим, что женщины греческого закона выходят замуж за латынов и наоборот. Причем каждый из супругов сохраняет прежние исповедания, прежние обряды. Этот обычай имеет силу не только для частных людей, но и для государей. Говорят, что один из ваших предков, задумав жениться на королевне Польской, именно предлагал, чтобы она удержала все обряды церкви латинской. Однако Дмитрий не тронулся увещания Минунция, и дело было отослано на решение папы. 4 марта 1606 года Баргезия уведомлял Рангони, что пункты, предложенные царем, решены не согласно с его желанием. Ибо конгрегация из кардиналов и теологов после тщательного обсуждения предмета произнесла приговор, что престол апостольский не разрешает в подобных случаях и не бывало примера, чтобы когда-нибудь разрешил. В таких же точно обстоятельствах находился и ныне царствующий король Польский, когда отправился в Швецию для принятия престола, но ему не было позволено сообразоваться с лютеранскими обычаями. Между тем приехал в Рим Ловицкий. Папа известил об этом Дмитрия в следующих выражениях. «Мы с таким нетерпением ждали от тебя писем, что даже упрекали в медленности Андрея Ловицкого, человека самого старательного. Когда сильно чего-нибудь желаешь, то всякое замедление нестерпимо. Наконец он приехал, отдал нам твои письма, рассказал о тебе вещи достойные. Мы жалели только об одном, отчего он не мог сказать нам всего вдруг, как бы нам хотелось. Такое наслаждение доставил он нам своими речами, что мы не могли удержать радостных слез. Мы твердо уверены теперь, что апостольский престол сделает самые великие приобретения, когда ты будешь твердо и мудро управлять теми странами. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, соблаговоливший утешить нас в беспокойствах. У тебя поле обширное. Сади, сей, пожинай на нем. Повсюду проводи источники благочестия, строй здания, которых верхи касались бы небес. Воспользуйся удобностью места и, как второй Константин, первый утверди на нем римскую церковь. Так как ты можешь делать в земле своей все, что захочешь, то повелевай. Пусть народы твои услышат глаз истинного пастыря Христова на земле наместника. Несмотря, однако, на восторженный тон папского письма, в нем проглядывает беспокойство. Видно, что Ловицкий принес папе не одни только утешительные вести. Павла V беспокоило то, что телохранителями Дмитрия были иностранцы, исповедовавшие протестантизм, что в числе самых приближенных к нему людей были два поляка, братья Бучинские, которые также не были католиками. Вот почему папа пишет в заключении письма. «Посылаем к тебе обратно Ловицкого, который много кое-чего объявит тебе от нашего имени. Особенно в нем ли увещанием не вверять себя и своих еретикам, и не удаляться от совета мудрых и благочестивых людей». Под последними папа разумеет мнишко с товарищами, и особенно католических духовных. Из этих же слов видно, что царь не слишком преклонялся к советам мудрых и благочестивых и нуждался в увещаниях по этому случаю. Гораздо более мог надеяться папа от Марины. Он писал к ней, «Мы рассели тебя своими благословениями, как новую лозу, посаженную в винограднике Господнем. Да будешь черь Богом благословенная. Да родятся от тебя сыны благословенные, каковых надеется, каковых желает Святая Матерь наша Церковь, каковых обещает благочестие родительское, то есть самых ревностных распространителей веры Христовой». Потом папа увещевает Марину воспитывать будущих детей своих в строгости и благочестии, с младенчества напитать их мыслью, что на них лежит обязанность распространять истинную религию. В заключение Павел V поручает расположению московской царицы Андрея Ловицкого и весь орден иезуитов, полезный целому свету. К воеводе Синдомирскому папа писал, что он более всего полагается на его благочестие и нуждается в его совете и помощи. Павел V изъявляет надежду, что народ московский легко обратится в католицизм, потому что от природы кроток и до сих пор еще не был заражен ересями. Доехавший до Вязьмы, старый Мнишек оставил здесь дочь, а сам поспешил в Москву, куда приехал 24 апреля 1606 года. 2 мая с большим великолепием въехала в Москву Марина и остановилась в Вознесенском монастыре. Считали, что самозванец на одни дары Марине и полякам издержал до 4 миллионов нынешних серебряных рублей. 8 мая Марина была коронована и обвенчана с Лжедимитрием по старому русскому обряду. Новостью было то, что у Марины в других дружках был пан Тарло, в свахах его жена. Другую новостью было то, что на свадьбе присутствовали послы короля польского Николай Олесницкий и Александр Гонсевский, но присутствие этих небывалых гостей не придало большого веселья свадьбе. При первом приеме их уже начинались неудовольствия, несмотря на усердное посредничество старого мнишка. Димитрий требовал императорского титула. Сигизмунд отказывал ему даже и в том титуле, который польское правительство давало его предшественникам. Не называл даже его великим князем, а просто князем. Последнее трудно объяснить одной только досадой на неумеренные требования лжи Димитрия. Вероятно, эта охота дразнить последнего пришла к королю тогда, когда получил он верные вести о непрочности его на престоле. Когда Димитрий не хотел взять королевской грамоты, потому что в ней не давалось ему цесарского титула, то Олесницкий сказал ему «Вы оскорбляете короля и республику, сидя на престоле, который достался вам дивным промыслом божьим, милостью королевскую, помощью польского народа. Вы скоро забыли это благодеяние». Лжи Димитрий отвечал «Мы не можем удовольствоваться ни титулом княжеским, ни господарским, ни царским, потому что мы император в своих обширных государствах и пользуемся этим титулом не на словах только, как другие, но на самом деле, ибо никакие монархи, ни ассирийские, ни медийские, ни цезарьи римские не имели на него большего, чем мы, право. Нам нет равного в полночных краях касательно власти. Кроме Бога и нас здесь никто не повелевает». Олесницкий отговорился тем, что царь не прислал королю особых послов с требованием императорского титула и что Сигизмунд не может дать ему этот титул без согласия сейма. Димитрий возражал, что уже сейм кончен, и послы отправились с сейма, но что некоторые поляки не советуют королю давать ему, Димитрию, должного титула. Олесницкий требовал отпуска и хотел выйти. Димитрий, бывший хорошо знаком с ним в Польше, звал его к руке, как частного человека и старого приятеля, но посол отвечал, что не может принять этой чести. «Как вы, — сказал он царю, — знали меня в Польше усердным своим приятелем и слугою, так теперь пусть король узнает во мне верного подданного и доброго слугу». Тогда Димитрий сказал Олесницкому, «Подойди, вельможный пан, как посол». Олесницкий отвечал, «Подойду тогда, когда вы согласитесь взять грамоту королевскую». И Димитрий согласился взять ее. После этого оба посла подошли к руке царской. Диак взял грамоту и, прочитав, отвечал, что цесарь берет ее только для своей свадьбы, но что после никогда ни от кого не примет грамоты, в которой не будет прописано его полного титула. Но этим споры и неудовольствия не кончились. Послы отказались участвовать в брачных пирах Димитрия, потому что он не хотел посадить их за один стол с собой. В этом случае уступили поляки благодаря посредничеству Мнишко. Обнаружилось, что главная цель, для которой после приезда Марины царь хотел поддержать союз с Польшей, не могла быть достигнута. Нун Цейрангоне писал к Димитрию, что хотя он по приказу папы и говорил с королем Сигизмундом о тайном союзе между Москвою, Польшей и империей, однако к заключению этого союза встречаются неодолимые препятствия, в числе которых первое место занимает народная вражда между немцами и поляками. Король может согласиться на союз с империей только на том условии, чтобы все имперские князья на это согласились и дали клятву не оставлять поляков во все продолжение войны с неверными. Но при известном состоянии дел в Германии от князей нельзя ожидать подобного обязательства. Поэтому папа хотел ограничиться союзом Москвы с Польшей против одних крымских татар, истреблением которых оба государства отняли бы у порты важное пособие и дали бы императору возможность с большим успехом действовать против нее в Венгрии. Но война с крымцами была вместе и войной с Турцией, которая не могла оставить без помощи своих подданных, и если Сигизмунд отговаривался от войны с турками, то не мог начать и походы на Крым. Послы Олесницкий и Гонсевский, начавшие переговоры с боярами, предложили им вопрос, когда и с какими силами государь их намерен ополчиться против неверных. Бояре отвечали, наш цесарь намерен воевать с погаными единственно по ревности, славе Божьей и святой вере, безо всяких других видов. «Если же король поручил вам только выведать наши мысли, что после самому ничего не делать, то это будет коварством и обманом». На это послы сказали, «Вам самим известен порядок переговоров. Кто предлагает какое-нибудь важное дело и требует чего-нибудь от другого, тот сам прежде объявляет свои средства». Тогда бояре пошли переговорить с цесарем и, возвратившись, объявили, что сам Дмитрий будет скоро говорить с послами в присутствии ближних бояр. Но эти переговоры не могли состояться. Дмитрий, по свидетельству летописи, объявил своим подданным, что ни одной пяди московской земли не отдаст Литве. Что это объявление не было сделано только для успокоения своих, доказательством служат условия, предложенные ему польским правительством, и ответы его на них. Поляки требовали 1. Чтобы Дмитрий отдал Польше землю северскую. 2. Заключил вечный союз с Польшей. 3. Чтобы позволил иезуитам и прочему католическому духовенству войти в московское государство и строить там церкви. 4. Чтобы помог Сигизмунду возвратить шведский престол. 5. На первое требование Лжедимитрий отвечал. 6. Земли северской не отдам, но дам за нее деньги. 7. На второе. Союза с Польшей и сам чезвычайно желаю. 8. На третье. Церквей латинских иезуитов не хочу. 9. На четвертое. Для возвращения Швеции буду помогать деньгами. 9. Чтобы показать на деле расположение свое к союзу с Польшей, готовность сделать для короля все, что только не влекло за собой ущерба целостности и чести московского государства, Лжедимитрий еще в 1605 году послал Карлу IX шведскому письмо с объявлением о своем воцарении, с увещанием возвратить похищенный престол Сигизмунду и с угрозой начать войну в случае отказа. 10. Но в то время, как в Москве происходили брачные торжества и велись переговоры о великих предприятиях, на юго-восточных границах государства обнаружилось явление, которое показывало опасное состояние государственного организма, показывало, что рана раскрылась и дурные соки начали приливать к ней. При жизни первого самозванца уже явился второй. Самые дальнейшие казаки, терские, хотели подобно другим собратьям своим жить насчет соседей. Сперва думали они идти на реку Куру и грабить турецкие области, а в случае неудачи предложить услуги свои персидскому шаху Аббасу. Но скоро их кто-то надоумил, что гораздо выгоднее под знаменами самозванца усташить московское государство и получить такую же честь, какую донцы и черкассы получили от Лжедимитрия. 300 самых удалых истерских казаков под начальством атамана Федора Бадырина условились выставить искателя престола и стали разглашать, что в 1592 году царица Ирина родила сына Петра, которого Годунов подменил девочку и Феодосию, скоро после того умершую. Выдумка, по всем вероятностям, московская, а не терская, ибо странно, чтобы к какому-нибудь казаку пришли на ум такие хитрости. Как бы то ни было, двое молодых казаков, астраханец Дмитрий и муромец Илья признаны были способными играть роль царевича, но первый отказался, что в Москве он никогда не бывал, не знает и тамошних дел и царских обычаев. Тогда положили Илье быть царевичем. Илья был побочный сын муромского жителя Ивана Коровина. По смерти отца и матери его взял нижегородский купец Грозильников в Сидельце. И сидел он в лавке с яблоками да с горшками. Оставаясь три года в этой должности, Илья имел случай съездить в Москву, где прожил пять месяцев. Отойдя от Грозильникова, нанимался он у разных торговых людей в кормовые казаки и ходил с судами по Волге, Каме и Вятке. В 1603 году он является уже казаком при войске, ходившем в Тарки. Здесь перешел из казаков в стрельцы, а по возвращении из похода в Терский город вступил в услужение Григорию Елагину, у которого и зимовал. Летом 1604 года поехал в Астрахань, где опять вступил в казаки и отправился на терек в отряде головы Афанасия Андреева. Все эти похождения показывают, что Илье не могло быть меньше 20 лет от роду, тогда как царевичу Петру не могло быть больше 14. Но такая несообразность не остановила казаков. Они говорили, «Государь нас хотел пожаловать. Да лихи бояре переводят жалование бояре, да не дадут жалования». Они твердо положили исполнить свое намерение и отвезли Илью к казачьему атаману Гавриле Пану. Терский воевода Петр Головин, узнав о появлении самозванца, послал казакам с предложением отослать его к нему в город. Но казаки не послушались и спустились на стругах до моря, где остановились на острову против устья Терека. Напрасно Головин уговаривал их не покидать границы беззащитную и оставить, по крайней мере, половину казаков на Тереке. Казаки не хотели ничего слушать, и все в числе четырех тысяч отправились к Астрахани. Не будучи впущены в город, они миновали его и поплыли вверх по Волге, занимаясь разбойничеством. Лжедимитрий неизвестно по какому побуждению послал звать царевича Петра в Москву, объявив, что приказано взять нужные меры для обеспечения его продовольствия на пути. Посланный застал его в Самаре. Казаки приняли предложение и двинулись с Ильею в Москву, но дядя не мог свидеться с племянником. Шуйский был возвращен из ссылки. Снова приблизился к царю, который позволил ему жениться вместе с князем Стеславским, и старик спешил помолвить на молодой княжне Буйносовой Ростовской. Но вместе он спешил составить заговор против доверчивого царя. Неудовольствия против Лжедимитрия должны были увеличиться с исполнением его пламенного желания, с приездом Марины. Мы видели, что Лжедимитрий, не будучи в состоянии отказаться от брака с Мариной, в то же время не хотел оскорблять русских людей в их коренных убеждениях, требовал и настоял, чтобы Марина, оставаясь в тайне католичкую, сообразовалась с постановлениями православной церкви и с обычаями народными. Но эту сделку нельзя было всех удовлетворить. Люди приближенные хорошо знали, что царица остается латынкою некрещенную, и между духовенством не могли не явиться ревнители, которые явно восстали против этого. Так Гермоген, митрополит Казанский, Иоасаф, архиепископ Коломенский, говорили, что если Марина не переменит исповедание, то брак не будет законным. Гермогена удалили в его епархию, и там заключили в монастырь. Иоасафа оставили в покое, неизвестно по каким причинам.